Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин, говорит и показывает ВАПАДОМ. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня я хочу рассказать об очень интересной книге, вышедшей в издательстве «Самокат». Конечно же, я опоздал с этим рассказом, поскольку на дворе глубокая осень, ну или не очень глубокая, но, во всяком случае, лето, о котором идет речь, уже закончилось. А лето пахнет солью. Так называется книга Натальи Евдокимовой. И прежде чем начать рассказ, я хочу немножечко описать то, как мне видится жанр этой книги. Дело в том, что большая, вот эта вот необъятная, очень такая серьезная и сложная литература, она состоит из широких площадей, улиц, проспектов, да, и маленьких уютных заколочков, где, собственно говоря, внутри уже устоявшихся жанров, например, у нас есть жанр повести, есть жанр школьной повести, чувствуете, да, на ступеньку ниже как бы спускаемся, такое ответвление жанра, есть уютные маленькие тупички, такие заколочки, куда забредаешь, может быть, не каждый день, но где настолько здорово, и где настолько хочется остаться, и где неувавимый совершенно момент схвачен так полно, так осязаемо, что как будто кусок твоей жизни воплотился в этих черных значочках на листе бумаги, и ты понимаешь, что, в принципе, вот человек подсмотрел не жизнь персонажей, да, которых придумал, и не твою жизнь, а он просто создал вот этот фрагмент мира, ты понимаешь, что это теперь навсегда останется таким. Вот я уже упоминал школьную повесть, да, это же и в отношении тематики работает, да, потому что есть, допустим, анималистика, да, рассказы о животных, это такой особый поджанр, такой вот небольшой гетто, куда, значит, люди, которые любят и умеют описывать природу, сбегают из большой литературы, и там творят невероятные вещи, потому что рассказ о какой-нибудь маленькой птичке или косуле, «Длинные уши в траве» была такая в детстве моем книга, вот, или какая-нибудь сказка, да, или какие-нибудь описания природы, да, они лучше говорят о большом мире, о всей сложности окружающей нас жизни, о всей литературе, чем многостраничные, со множеством персонажей, повести, или большая там книга, состоящая из отдельных рассказов, где вовсе не о природе говорится, а о других вещах. Читаешь про лес, а на самом деле про людей. Вот такая банальная довольно истина. И я хочу сказать, что рассказы о летнем отдыхе, рассказы о поездке на юг, это отдельный, маленький, очень уютный, теплый и прекрасный жанр поджанра, или подвид и разновидность этого поджанра. То есть, я говорю, такой вот заколочек совсем крохотный, тематически ограниченный, который так просто лег на душу и так понравился мне в этой книге, что рассказ, вот это предисловие о жанровой системе пришлось немножко рассказать вам. Хотя вы и сами, наверное, догадываетесь, о чем речь. Конечно, все лучшее, что я читал в детстве, и Житков, и Галявкин, выпало в памяти мгновенно. Как только я начал читать, лето пахнет солью. Это маленькие рассказы и небольшая повесть. Здесь речь идет именно о поездке к морю. Я не знаю, и мне очень интересно это проверить, так же ли воздействует эта книга на читателя, живущего на юге, или, как любят говорить из разряда отдыхающих, да, таких же, как я, на югах. Вот те, кто на югах, на вас эта книга, интересно, подействует так же или нет? Потому что вам-то этого не надо. У вас вот этот жаркий сезон летний, да, это наоборот, работа, работа, еще раз работа. Потому что все кормятся с отдыхающих, все активно принимают, так сказать, гостей, как там, житницы, кузницы, так далее, знаменитой комедии. Вот. А на самом деле, человек, который родился в средней полосе, или чуть севернее, как я, в Вологде, допустим, ему, конечно, страшно интересно съездить туда, где солнце светит не просто ярче, а по-другому, где вся природа выглядит, как просто инопланетный пейзаж. Я помню свои прекрасные впечатления о юге, о том, что просто эти горы, этот прибой, эти скалы, они выглядят просто, как какая-то другая планета совершенно. Вот. И там, в эти короткие, слишком короткие дни командировок, каникул, отдыха, происходит все самое главное. Так вот, книга Натальи Евдокимовой именно об этом самом главном. Потому что нам достаточно интересно становится узнать, что произойдет с мальчиком, который поклонник аниме. И если вы об этом маленьком мальчике прочитаете рассказ, вы сразу узнаете просто типаж современного ребенка, который, значит, весь увешан этими значками, весь в этой футболке, обсуждает 74-ю серию определенного какого-то сериала, и ничего за пределами вот этого вот стилистического ключа, в котором выполняется этот тип мультипликации, ничего знать и слышать не хочет. Вот как он встретит на юге. Вообще в книге очень много сказано коротко, емко о самом главном. Вот маленький мальчик признается в любви, естественно, маленькая девочка, и уезжает на юг. Как это нехорошо, думает он, признаться в любви и тут же уехать на юг. И оставляет бедную Катю где-то там, далеко. Но у него впереди каникулы. Он знакомится там с другой девочкой, и происходит всем понятная старая как мир история. И вот ради этой фразы я и пересказываю эпизод. Нравлюсь ли я тебе, спрашивает его девочка. И он отвечает, да, ответил я. Что море делает с человеком? Да, действительно. Вот в этой короткой фразе чувствуется, что этот летний отдых мимолетный в нашей жизни. Сами посчитайте, сколько дней приходится на такие визиты на юга, как я уже говорил. Вот. Как этот летний опыт меняет нашу жизнь, меняет наше восприятие. Здесь очень много интересного. Книжка написана очень тонко с точки зрения психологии. Книгу смело можно давать читать в самому разному возрасту, поскольку, ну, я имею в виду от десяти и выше, потому что младше будет непонятно, вот, старше будет скучновато, вот. Хотя насчет скучноватой я сильно задумался, когда дочитал до конца повесть. Поймете почему. И когда вы будете читать эту книгу, я надеюсь, что вам понравится то же самое, что понравилось мне. Даже больше, чем талант автора в плане стилистики. Вот. Даже больше, чем талант автора в плане передачи детского монолога. Вот это все как-то умом анализируешь. А запах, вкус этого отдыха, этого солнечного лета, этих каникул, лето пахнет солью. Этот запах остается с тобой на долгие-долгие годы. Эта книга передает это настроение отдыха, которое совершенно замечательно удалось воплотить автору. Так что читайте, наслаждайтесь, вспоминайте свои летние каникулы, и снова обязательно приезжайте, как это говорят, не литературно, на юга. Вот. Там очень хорошо. Там ты больше узнаешь о себе, самому и о своей жизни, чем за долгие-долгие месяцы родной северной жизни. Наталья Евдокимова, «Лето пахнет солью» издательство «Самокат». Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»